но тут есть еще одна дорога в другую сторону пойдем по ней найдем по ней не думаю что он куда ведет это каком-то серьезном место да она совсем не нахоженная нифига но мы идем то чем-то на тащим то идем может и путь как раз вот так вот на огород да то есть вот тут проходили вот отсюда сюда и это было и тем самым дорогой тут все вы ищетесь коттеджи просто на канализации местного коттеджа вот это развалился уже за это время да не стоп тут ставим на подпорок на которых они его ставим уже развалился за это время как уже прошло 15 лет достаточно вот тоже дорожка огородный кооператив номер 28 вот огородный кооператив она в африке огородный кооператив такая полузаброшенная вещь нас он не интересует нас интересует только в сторону реки идти вверху фургон строительный я думаю цена тут был и очередная улица тут вот на частный огород дорожка была внизу возможно а мы идем прямо до и вот она кончилась забал какой-то тут сбоку тоже кого-то поле но она огороженная вот чуть такой херозной главная дорога вот она но не видно не вижу чтобы эти огородники на что-то сажали вот они как бы все есть теплица но теплица кого-то на 20 лет заброшены просто было ни огородник не вижу не то что они сажали но накопано может год назад было да в этом году накопано не было вот то что странно к этим огородом отношусь огородник вот еще один проход между городами это впервые так что извините не могу сказать то что будет тут вообще только огород сарай и мангал и стол приехал сюда штыки пожал и потом уехал оптимально вот чем скажу вот или вообще приехал вспомнить это бывал в молодости на штыки пожал типу на это нагреве на и уехал опять тупик только у меня дорожка но там уже на как собака лазит то есть надо не четыренька ползать я так не хочу уж как хотите а я так не хочу я не собаку еще пока как они пишут там на стримах я не и потому смотрю собака вот сюда пойдем то с воротом до а ворот уже все то есть вот тут вход через это на дерево просто да и вход через вот это на а калитка все пиздец и ладно они хотят чтобы я входил калитка закрыта но там ничего смотреть видите сарай замок стол и мангал без шампуров и все в ключе проволоки и видите черный чем забор и уровне в 90-х или 80-х 80-х не просто бы бы железка в 90-х они из хрени какой-то сделаны а вот во 80-х они были вот такие из просто из бочек из старых продвигаемся нара местного крота нара местного крота понятно тупик гоблина и решетки просто ворота наварена из микроволновки винти на ворот уже из микроволновки наваривают всякие вещи вот типичные заборы 90-х вот он такой он из железных просто как-то бочек сделан вот это типичный забор в 90-е года вот такой он был такой он и остался из железных кроватей из этих да вот видите решетчатых и из вот этих железок так я уже куда черный откуда иду вот заброшенный огород то вообще ни хера нет то есть путь вниз путь по верху вниз в общем вот тупичок да я дохожу до того угла и остановлюсь нет назад возвращаться на дачу металл зарядка так что там строится тут кончаются вот эти огороды наконец дорога вверх сторону гаража вниз и просто строительная прощадка впереди с очередным коттеджем вот не буду даже показывать но мне несомненно уверяет как вот эту площадку да они сделали да в 90-е в 2000-е да в начале сам 2000-х огородили и ничего на ней не построили вот под коттеджи то есть она вся была засыпана песком вот гора песка заросшего да вот офигеть ладно тащим то идем вниз тут еще одна дорожка казалось сторону реки и мы идем по ней вниз но как иначе то вот огород открытый открытые разваленные огорода не думаю что нибудь когда ничего не сажать уже вот всему тут уже пришел каюк дальше не иду крапива тут не частной территории уже все не забора нет ни хера тут уже ни хера частного не осталось есть некоторые огородики но но они выглядят не так как этот возможно мы тут ходили да и вот тут все уже к же забор так мало живут вот тоже такое помню да забор из из кровати вот видите то есть вот это вот это просто спинки вот этих кровати на 30-60-е годы до налево-направо прямо иду вот тут никак нет ни к реке да идем обратно тогда возможно вот это путь к реке я тоже помню чуть такое но уже очень давно да пробираемся тут по этим да даже давно никто не пробирается все другие пути освоили но самая задница где я бывал в более странных мест надо вещь сайлент хилл может снимать сайлент хилл чисто да там сайлент хилле такие такие же решеток пол состоял ну и дебри ладно идем дорога есть дорога натоптанной видите как самок показывает не ходить видеть охуеть и вот я здесь так это наверх а мне в ту сторону и там тоже не дайте там тоже на самом деле по пизде пошло поосьми ночи вот видите все равно вот финальная точка вот чем что ходит тут побухать тут пиво поставить до сесть побухать и пойти отсюда вот зачем сюда ходит тут тоже какие заброшенные теплицы сыраюхи видите я могу в ту сырюху сходить да и все и вернуться она уже даже открыто не закрыто на замок все к реке не пройти там болото у того видите за лесом вот этими ветками там болото пиздец выхожу обратно ладно все пока всем моим подписчикам на том удачи вам и респектарное уважение вот но может посмотреть как я убираюсь отсюда пока еще тут просто взгляд со стороны кошки снимать уж что значит невозможно только три погибели ходить по этим дебрям я самый фиги большой сюда залез все вот офигеть не встать вы такой полезный мне плюсная куртку менять после этого до от нее ничего целых осталось если она царапается на вот эта трава новая деревья все мой выход из лабиринта пока товарищи еще смотрите будут еще видео они будут офигенные а это видео будет на интро на на новом будет интро канала что вы знали что именно вы смотрите вы сможете пролазывание по всяким заброшенным местам но без интересных объектов и вообще не люблю компании определенно вот